Ахмед III. Султан Османской империи. Биография. Сын султана Мехмеда IV имя Тулалахрабия Гюльнуш Султан, брат султана Мустафи II, вступил на престол после его свержения, оказывал поддержку крымскому ханству в его противостоянии российским войскам в 1709 году, предоставил убежище шведскому королю Карлу XII, разбитому под Полтавой, причем вести о поражении шведов произвели на османское правительство сильное впечатление. В 1710 году началась война Османской империи с Россией. В ходе прудского похода 1711 год, надежды Петра I на помощь со стороны балканских христиан не оправдались и российская армия, попав в окружение, была принуждена к сдаче. Был заключен прудский мир, по которому Россия уступала Османской империи Азов. Кроме того, русским пришлось уничтожить блокированную Азовскую эскадру, за исключением четырех боевых кораблей, которые российское правительство сумело выгодно продать туркам. В 1715 году Османская империя начала войну с Венецией и сравнительно легко оккупировала Марию Австрия, как гарант Карловицкого мира. В 1716 году вступила с Османским государством в войну. Австрийские войска под командованием Евгения Савойского нанесли противнику ряд поражений и взяли в 1717 году. Белград. Война закончилась 21 июля 1718 года, по Жереватским договорам, согласно которому Османской империи уступала Австрии, Северную Сербию с Белградом, Банат, Северную Боснию и Ямалую Валахию, но сохраняла завоеванную Венецией Марию. Правительство Ахмеда III приняло меры по преодолению становившегося все более очевидным отставания Османской империи от европейских держав. Так по указанию султана во Францию было отправлено посольство, от которого требовалось изучить устройство французского государства. Его достижения в области науки и культуры ознакомятся с бытом французов. Прибыв во Францию в 1720 году, Османское посольство в течение двух лет собирало необходимую информацию. Плоды этой кропотеливой работы были изложены в труде Сифарет-Наме, ставшем впоследствии весьма популярным в среде Османской знати. В этом докладе, составленном главой посольства Мехмедом Эфенди, подчеркивалось значение достигнутых Францией высот в области культуры и науки, военного дела, что сразу привлекло внимание руководства Османской империи. Описание быта европейцев, приведенное в Сифарет-Наме, пробудило интерес Османского общества к европейской роскоши, в частности. Благодаря нему в Османской империи стало модным разведение тюльпанов. Вскоре популярность этого цветка стала настолько велика, что время царствования Ахмеда III стали называть эпохой тюльпанов. Ли Эль-Диври. Это время отмечено повышением грамотности населения империи, переводами на османский язык многих научных трудов, чему способствовал великий визирь Ибрагим Паша, а кроме того возникновением и развитием книгопечатания на османском языке. Последнее достижение было плодом деятельности двух убежденных сторонников просвещения, Мехмеда Сайда, которому довелось в составе Османского посольства побывать во Франции и приобрести там важные сведения о типографском деле. Ибрагим и Мотиферрика. Благодаря усилиям этих османских первопечатников, пользовавшихся одобрением и поддержкой со стороны великого визиря и султана, была основана первая в стране типография А. 31 января 1729 года отпечатана тиражом в тысячу экземпляров. Первая печатная книга на османском языке. 1720-я Османская империя воспользовалась смутой в Иране в связи с вторжением туда афганцев и захватила значительные территории в Закавказье и Западном Иране, но затем турки потерпели поражение от афганского правителя Ашраф Шаха. Слухи об этом поражении стали поводом к восстанию населения Константинополя, недовольного высокими налогами и коррупцией. К этому восстанию присоединились янычары, что привело к свержению Ахмеда трех, дети сыновья 1, Мустафа 2, Абдул-Хамид Айтри, Шахзади Сулейман 4, Шахзади Байзид 5, Шахзади Мехмед 6, Шахзади Ибрагим 7, Шахзади Ануман 8, Шахзади Селим 1706-1708-9, Шахзади Али 10, Шахзади Иса 11, Шахзади Мурат 12, Шахзади Софитин 13, Шахзади Абдул-Меджит 14, Шахзади Мелик дочери 1, Фатьма Султан 2, Эмени Султан 3, Рабья Султан 4, Хабиби Султан 5, Зинёб Султан 6, Зубаир Султан 7, Эсма Султан 8, Хатиджа Султан 9, Рукия Султан 10, Салиха Султан 11, Атикер Султан 12, Рюхан Султан 13, Исиме Султан 14, Фриди Султан 15, Наих Султан 16, Айше Султан 17, Ими Тулак Султан 18, Умусала Султан 19, Эмени Султан 20, Рукия Султан 21, Назив Султан 22, Зинёб Султан 23, Сабиха Султан